И снова я еду, 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 еду. На этот раз в город сначала, а потом сразу на работу. Взяла с собой одежку рабочую. Вот. Такие дела. Очки мои заплатили нафиг. Сыра, мокрая, плюс три. Самая подходящая погода для приятного препровождения дома, под пледиком. Возле каминчика какого-нибудь приятного. Так, машина стоит, но не едет. Ну, давай уже едем. Поехалка с этим, и я теперь могу. Сзади никого, спереди дождь. Да, погодка так и шепчет. Займи новый и пей. Взяла с собой чая в дальнюю дорогу. Чашечку на поднятие боевого духа и тонуса. Взрывы. Взрывы. Дождь. Дождь. Взрыв. собак кормить. Я собралась не знаю, я с этими вечерними сменами утром проснуться не могу. Вернее, я сегодня проснулась где-то часов 7 с небольшим. Встала, походила, а то все готовы кормила. Думаю, что я так рано встала? Думаю, пойду поваляюсь. Ну, я и повалялась. В 9 утра меня вырубила. И полодиннадцатого прозвенел звонок будильника с жутким... В общем, с самыми остатками воли себя все-таки столкнулась кровати в 11 часов. В 12 надо же уже ехать в город на массаж. Ну, вот. Я помылась. Голова мокрая. Хотела уже съесть бутерброд. А потом думаю, не, я его возьму с собой, съем по дороге. Сделала всю чашку чаю. Тоже выпила по дороге, съела бутерброд. Думаю, все-таки хорошо, когда вот есть машина. Че, что, тоже не успеваешь? Можно доесть или допить машину. Вот. Сегодня у меня такой небольшой люфт между массажем и доездом до работы. Я как-то даже... У меня заканчивается в 2, пока я доеду. В общем, полтора часа до начала работы. Где там час ехать до работы, до Дрангидала. Взяла с собой все манатки рабочие. Штаны. Шутболку. Вот. Хотела все одеть на себя. Тут я вдруг обнаружила одну интересную вещь. Штаны-то у меня, оказывается, красятся. И я... Че-то я как-то все время думала, что у меня руки такие черные? Ну, я что-то грешила на то, что сейчас как-то сезон гранат начинается. Вот. А я как-то гранатом очень неравнодушно. неровно дышу. И я их все время ем. Но так как ешь громад, и у них выделяется вот этот сок, ну, такой коричневатый. Я думаю, я, наверное, и за счет этого руки у меня все время черные. А вчера обратила уже внимание, думаю, стоп. Штаны немножко спадают. Я их все время подтягиваю, подтягиваю. Вроде руки помыла, чистые. Опять бегаю, бегаю, опять грязные. Вроде ж нигде, никуда не влазил. Все время магазин. То такой, в общем-то, вместо того, чтобы сразу одеться во всю униформу, то решила уже поеду в спортивном костюме. А переоденусь уже на работе, потому что не гоже лежать на столе массажном с черными ногами. Вот. Так что надо найти какие-то другие штаны и постирать эти. А дождь сойдет. сейчас уже у нас было плюс три. Вот здесь чем ближе к городу, почему-то плюс два. Ну, дождик такой же. Дождик, дождик. Я, как говорится, еду медленно и печально, потому что никогда не знаешь, где желчий волк. до города пару километров. Здесь практически уже нигде нет снега. Так, только такие маленькие проплешинки. Ням. В нашем, в нашей медвежьей перлоге снега побольше. Здесь уже все растаяло. Так, только небольшие эти самые полосочки. Практически не видно его. Перескакала на этот самый на место уже в этот чудесный дом. Как говорится, чтоб не было распустила Дуня косы, а за нее все барбусы. Вот. И готов к массажу. Массажем. Так, это самое. Так, вообще-то надо посмотри. Забыла дома. Сквозь склерозник. Очень надо брать мобилку с собой. Да, раззяла. У меня там много чего написано. Тут все ремонтирует, ремонтирует, ремонтирует. Так, закрыла. А то я пока варежку раскрою. закрыла. Вот. Ремонтирует, ремонтирует. Никак не это самое. Ну, по-моему, дело близится. А может и не близится ничего. Куку. Вышла я с массажа. Так, время у меня 14-20. А у меня, можно сказать, уже почти нету. Поэтому сейчас я быстренько крашусь и быстренько еду на работу. Ну, все. Неглазки на месте. Можно ехать. Там полевой макияж. Времени у меня осталось маловато. Но все равно запасы есть. 1 час и 10 минут. Я бы даже сказала 15. А для работы где-то так, если по-хорошему, не спеша, минут 50. что? Время есть. Можно ехать спокойненько. Узенькое такое местечко между домиками. домиками. двое из ларца прям две барышни одновременно с колясками в одном на одном повороте. Двое из ларца действительно как-то раз и вынырнули из подворотни. Такие деревья красивые с какой-то то ли не знаю похоже на рябину, но по-моему это не то. Какая-то странная ягода. Это у нас центр Пушкина. Успеем, 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 успеем. Успеем. Думала заехать еще в Азия путик. Он как раз сейчас по левую руку. Но время уже тики-тики-тики так подстукивает. поэтому никого давай мой зелётой шлюпай ножками. Думала, что заскочу, кофе возьмем взять, но смотрю, что у них там по прямой не получается. 200 метров вниз и всё. Там всё уже полностью перекопано. Дорога закрыта. Раньше хоть 200 метров было, сейчас вообще туда не не проехать никаким образом, то опарковаться и идти уже увы-увы. Времени нет никак. Да, всё-таки я хочу сказать, у девочки золотые руки. Так всё она меня размассажировала и попустила и плечи мои, и отпустили, и шея, и ноги, как это самое лёгкие такие ноги вообще. Да. Золотые руки у неё, конечно. Дифирамбы пою каждый раз, когда выхожу, но, конечно, больно и глаза вылазят сегодня, у глаза вылазили просто изобид от боли, ну и когда уже это самое смогла закидывать обратно пальцами, блин. Ну, конечно, так она умеет достать все эти болевые точки, и так такая расслабуха после этого наступает просто сказочно хорошо. Как-то так хочется сохранить это приятное чувство на подольше, что нигде ничего не болит и на следующей неделе у меня массаж никак не получается, потому что у меня все дни заняты, где работают, где ярмарка, где там еще какие-то другие партийные задания, то следующая неделя, увы, я без массажа, а вот через недельку я записалась, еще выкупила у нее эти самые это называется копы, копы, такие чашечки, но они у нас, они как бы стеклянные делаются, ты можешь вот как банки ставят, вот такие эти самые, а это пластиковые, их ты просто как бы туда нажимаешь, он сначала выталкивает воздух, а потом как бы всасывается в тело, ну вот, то я купила такие эти самые, потом, если будет время, покажу, сейчас уже домой, домой, еще раз, вернее, на работу, на работу, на работу, море прекрасно в любое время, в любую погоду, хочется остановиться, но увы, море, море, плюс пять сейчас, практически ни одного кусочка снега, кораблики, три штуки, как минимум, там подальше еще стоят, вот, вот, сплошные водопады, льются, льются, прям вообще, дожди идут, у нас водопады, самые настоящие, я так смотрю по времени, что я, вон, еще один водопадик, что, наверное, мне не имеет смысла заезжать домой, потому что, пока я еще переоденусь, и опять голубь, он, то я уже спокойно поеду сразу в сторону работы, тем более, что своих пушистых друзей я покормила перед отъездом, отставила им сухпай, так, хватит надолго, вода есть, погода все равно такая, погода не очень летная, то не думаю, что они прям будут где-то шастать, поэтому, скорее всего, будут дрыхнуть две этих пухмастых мордахи, и, наверное, сегодня тоже это самое, с работой и в другую работу, здравствуй, домик, и до свидания, домик, увидимся поздно вечером, так, что он сам себя прокормит, я тоже, а кодам, кодам-то у него всего хватает, так, что еду дальше, но здесь уже плюс один, в городе было плюс пять, а здесь плюс один, и здесь все более белое, но тоже таки есть такой вредненький, но есть. Я даже успела заскочить в магазин, купить чуть-чуть вкусняшек, вот, кто-то едет, едем, 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 еграем, да, погода, конечно, от меня те плакать, но я так думаю, что сегодня, несмотря на ту же погоду дрянь, народу будет сегодня море, потому что они едут на дачу, все уголодали, дяденьку мы пропустили, приятного дяденьку пропустим, ух ты, ямочка какая тут, ух, в общем, я уже почти на работе, витамина С наберусь, голубь вам переоденусь, еще одна ямочка, ну и куда ты, падла, встал, яму дарь, народ паркуется, как сейчас покажу, как паркуется, вот так вот народ паркуется, поперек меня, нет, чтобы стать как нормальный человек, так, закрыла, погода дрянь, ну что,